Всем привет! С вами я, Лена Смирнова, и сегодня я хочу рассказать вам, как сделать вот такую вот фенечку своими руками. Берём бечёвку. Её можно купить в хозяйственном магазине, либо в супермаркете, где продают хозяйственные товары. Выбираем такую, чтобы она была помягче, и чтобы было поменьше всяких ворсинок. То есть она была не совсем такая жёсткая, чтобы они потом у нас не выладили. Отделяем 5 кусочков размером, примерно 30 см, можно чуть побольше. И на расстоянии примерно 6-7 см я делаю узел. Это расстояние у нас будет для нашей завязки. То есть примерно где-то вот так вот мы оставляем. Теперь мы берём нитки мулине, подбираем подходящие оттенки. Я выбрала вот такие вот оттенки. Вот такие вот, то есть жёлто-коричневые, зелёные. Берём первый цвет. Отрезаем небольшой кусочек нитки. Ну, около 70 см. Теперь мы завязываем узел у самой крайней нитки. Кусочек, кончик который у нас остался, мы его направляем вдоль вот этой нитки, чтобы потом он у нас вошёл в плетение и его не было видно. Дальше мы начинаем плести. Плетём по принципу косички. То есть у нас, например, вот эта нитка идёт сейчас сверху. Для следующей нитки мы пропускаем её через низ, потом опять через верх, потом через низ и опять через верх. Дальше мы идём точно так же в обратном направлении. То есть теперь она у нас идёт снизу. Мы пропускаем её через верх, потом через низ, потом вверх и опять через низ. Сначала у нас будет немножко непонятно, потому что у нас пока мало рядов. Мы продолжаем делать всё дальше так же, в таком же порядке. И потом мы ряды просто немного подвинем. Также можно после каждого направления, можно чуть подёргивать нитку вверх, чтобы они не смещались друг к другу поближе. То есть, например, вот мы сейчас обвили, я чуть-чуть приподнимаю туда наверх. Дальше так же обвиваю. Так же приподнимаю наверх. У нас уже стало больше рядов, и у нас они немножко подвинулись вверх и стали более плотными. Мы плетём так жёлтым цветом столько, сколько мы хотим, чтобы у нас жёлтый цвет был на тенечке. То есть, примерно, ну, я планирую полтора сантиметра, может быть, два сантиметра жёлтого цвета. Так, вот на этом месте я сейчас с жёлтым цветом закончу. Я обматываю два раза. Завязываю узелок. И отрезаю, но не у самого корня, где я завязала узелок, а чуть пониже, чтобы потом у нас он просто не торчал, а просто влился в наше плетение. Так же, например, если вы хотите жёлтый цвет повторить где-то чуть попозже, вы можете просто эту нитку оставить. И потом уже сразу начать, чтобы не привязывать, не отвязывать её несколько раз. Далее я беру вот такой вот немного охристый цвет. Так же начинаю, привязываю его вот здесь, где я закончила. Так, и продолжаю плести. Что у нас с вами получается, здесь я добавила ещё жёлтый цвет. Теперь я хочу вам показать, как нам ставить сюда бусинку. Так, мы берём бусинку. Вот такую вот. И продеваем её в среднюю нитку. Вот так вот у нас получается. И теперь вот эти вот части, которые у нас остаются с краю, мы обматываем. Вот, то есть у нас тут две нитки осталось. Мы теперь продолжаем плести только между этими двумя нитками. Теперь мы продолжаем плести, так же через пять ниток. Как мы делали до этого. Так, теперь дальше мы берём бусину побольше и берём уже три нити из центра и продеваем её в эту бусину. И теперь обматываем по краям уже одну нить, точно так же, как мы делали здесь. Вот эта большая бусина, это будет центр нашей фенечки, поэтому дальше мы плетём в зеркальном отражении, то есть также у нас будет коричневый цвет, потом жёлтый, охристый и бледно-жёлтый. И доплетаем нашу фенечку уже до конца. Мы доплели нашу фенечку, теперь в конце я завязала два узелка, двойного узел, и капнула капельку клея и отрезала ниточку. Теперь нам нужно с вами сделать завязку. Мы развязываем наш узел. И теперь мы с вами заплетаем косичку из пяти ниток и завязываем узелок. Так, вот такая вот у нас фенечка с вами получилась. Теперь нам осталось сделать застёжку. Мы берём нитку малины, одного из цветов, которые у нас здесь были. Завязываем узелок. Потом узелок ещё снизу. Делаем его не очень сильно, нам нужно, чтобы он немножко скользил, но и в то же время был не очень слабым. Теперь мы в технике макраме буквально пару узелков сделаем. То есть мы закидываем петлю сверху, а второй ниткой огибаем как бы снизу вот этот кончик, который у нас остался, и через низ просовываем в эту сторону. И подтягиваем. Теперь мы делаем то же самое, только уже с этой стороны. То есть петля у нас будет уже с этой стороны. Огибаем вот этой ниткой. И снизу протаскиваем. Теперь буквально мы четыре узла таких с вами сделали. Затягиваем. Завязываем изнутри. Два раза. Отстригаем. Можно капнуть туда капельку клея, чтобы закрепить. Он подсохнет, станет прозрачным. И уже видно не будет. Так, вот эти некрасивые кончики мы тоже подстрижём, чтобы они у нас были ровные. Вот такая фенечка у нас с вами получилась. Если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, поставьте лайк, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на мой канал. С вами была Лена Смирнова. До новых встреч!